Коллеги, предлагается продолжить нашу конференцию, третья секция. В пленарной дискуссии вызвучал тезис о том, что возможно на рынке появятся новые игроки. Сейчас один из последних ярких примеров выхода на рынок Wi-Fi Zimbab, поэтому активно предоставить слово Андрею Вячеславовичу Захарову, старшему лицепрезиденту факторинга Wi-Fi Zimbab. Он как раз расскажет о возможностях выхода на этот высокий вариант рынок. У нас докладчиков достаточно много, поэтому желательно 10-12 минут. Коллеги, я буду без микрофона, потому что вы вроде разговаривали достаточно громко. Если будет недостаточно, скажите, я его возьму. Коллеги, Захаров Андрей, занимаюсь продажей факторинга в Райфайзенбанке. Райфайзенбанк, как правильно было отмечено, один из самых молодых игроков рынка факторинга в России. И цель моей презентации скорее показать, как мы сгустились, где мы сейчас находимся, ну и вообще просто познакомить уважаемых коллег с нами как игроков. Таймлайн проекта. В конце 2015 года руководство Райфайзенбанка принимает решение о запуске продукта факторинг. Это было не первый раз, когда в Райфайзенбанке пытались запустить факторинг, но в этот раз эта попытка уменьшалась успехом. И с марта 2016 года начался первый шаг, это было внедрение ПМО. Основным вызовом этого шага было интегрировать программное обеспечение факторинговое во все внутренние программы банка. Потому что мы являемся именно интегрированным продуктом, мы как отдел внутри Райфайзенбанка. И для нас было очень важно сразу же с самого начала внедрить наш продукт таким образом, чтобы не было необходимости дублирования информации при бухгалтерской отчетности, при налоговом учете, при МСФУ отчетности, при РСБУ отчетности. Поэтому это один из самых важных и ключевых шагов, которые предпринял Райфайзенбанк, это интеграция с внутренними системами. Далее, после того, как интеграция была реализована, появилась пилотная сделка. В качестве пилота мы выбрали поставщика «Лукоил». И это было обусловлено тем, что по факторинговому «Лукоилу» достаточно все понятно. Это большие поставки, средние срочные сроки, не сильные затраты на сопровождение. Поэтому обкатать продукт мы решили именно с программой финансирования поставщиков «Лукоил». С января 2017 года мы начали фазу активных продаж и начали выходить в рынок не только в рамках пилотных сделок с стычками «Лукоилу», но и пошли в другие сегменты. Мы провели, об этом будет следующий слайд, мы провели достаточно серьезный анализ рынка и определили те стороны, куда нам нужно будет идти, где нам развиваться. С точки зрения стартапа продукта внутри банка, тяжело ли запускать продукт на уже сформировавшемся рынке, на уже рынке с высокой конкуренцией? И да, и нет. Соответственно, если пользоваться какой-то стандартным подходом, наверное, идти в запуск проекта какими-то старыми методами, будет сложно. Но мы сразу же определили, что мы будем идти в инновационной манере, будем за диджитализацию, будем за скорость, будем за те отрасли, которые сейчас еще не сильно насыщены. Соответственно, наверное, до третьего квартала 2017 года мы даже не входили в фуд ритейл принципиально, потому что понимали, что мы к фуд ритейлу еще не готовы. Ну и с июня 2017 года мы начали разработку «Окна клиента». Это как раз то решение, о котором сегодня очень много коллеги говорили. У кого-то оно есть, у кого-то его нет, у кого-то оно функциональное, у кого-то оно просто информационное. Но мы для себя видим точку роста именно через интеграцию клиентов, через «Окна клиента». Вот что касается анализа рынка, здесь представлен один из слайдов, который мы готовили для того, чтобы сформировать нашу стратегию. И хотел бы отметить, что, конечно, источником информации являются РАЭКС и Ассоциация факторных компаний. Спасибо огромное этим организациям, которые помогли нам на старте, по сути, продукта определиться, куда мы идем, в какие отрасли мы идем, по каким продуктам мы идем и где нам расти. Другой анализ мы проводили внутри банка. И этот слайд говорит о том, что основным инструментом продвижения факторинга внутри банка стала идея о том, что факторинг позволит утилизировать кредитные лимиты, установленные на крупных клиентах и на интернешнл клиентах, с помощью факторинга. Потому что кредитные лимиты устанавливаются запасом, не все клиенты ими пользуются на 100%, но если посмотреть по Large Corporate, это 55%, по интернешнл это 63%. Соответственно, для того, чтобы продвигать продукт внутри банка, а это очень важно на стартапе продукта, мы обозначили для себя, что мы будем именно этим подкупать клиентских менеджеров. Когда мы начали подкупать клиентских менеджеров, мы столкнулись вот с такой ситуацией. Клиентские менеджеры абсолютно были не заинтересованы в факторинге в первоклассном риске, им было проще, комфортнее и понятнее выдавать кредиты с залогами, вручительствами в риски некачественных поставщиков. Соответственно, вот порядка года, полутора лет мы именно сейчас, в текущий момент эта проблема остается, мы рассказываем клиентским менеджерам, мы продвигаем факторинг с точки зрения его простоты в реализации, так как уже установлены лимиты. Так как клиентским менеджерам вообще ничего не нужно делать для того, чтобы запустить факторинг для своего клиента, а только отдать лид в отдел факторинга, мы вот эту ситуацию пытаемся приловить. На текущий момент продуктовая диверсификация в Райфайзенбанке выглядит следующим образом. Это 84% факторинга без регресса, 12% международного факторинга и всего лишь 2% факторинга с регрессом. Мы определили для себя, что мы в принципе не будем идти в факторинг с регрессом, мы будем идти в факторинг без регресса, потому что мы работаем в риске качественных дебиторов. И у меня такое же мнение, как у моих коллег, что факторинг без регресса не несет в себе никаких дополнительных рисков. Но стоит отметить, что международный факторинг, он выделен в отдельную группу, но это тоже факторинг без регресса. Соответственно, порядка 98% нашего портфеля это факторинг без регресса. По итогам 2017 года мы констатировали факторинговый портфель на точку на уровне 15,8 миллиардов рублей. У многих, конечно, возникают вопросы, как такой портфель сформировался. Да, есть монолайнеры, да, есть крупные клиенты, которые показали этот портфель. Естественно, диверсификация этого портфеля сейчас концентрирована. Но по состоянию на текущий момент мы приросли уже на 30%. На сентябрь 2018 года у нашего портфеля 20 миллиардов 400 миллионов рублей. Диверсификация снижается, увеличивается количество клиентов. И если откинуть, допустим, нескольких монолайнеров, которые формируют большую часть портфеля, то диверсификация на одного клиента не превышает 10%. Мы запустили окно клиента для наших поставщиков, для диверсификаторов. Ну вот, первичная страница, как это выглядит. Это статистика по утилизации лимитов. Мы стараемся интегрировать это окно клиента во всю систему банков банк-клиент, для того, чтобы были активные ссылки по переходу клиента сразу же в Workplace по факторингу. Соответственно, на это мы будем делать основную ставку в 2018-2019 году на доработки, развитие и продвижение диджитал-факторинга. Если говорить о группе Райфайзен, то Россия стала заключительной страной в группе, где реализовался факторинг. Наши задачи стать весомой частью факторинга в группе. Мы нацелены на работу вместе с нашими коллегами из дочерних банков по экспортному и импортному факторингу. И те, и те кейсы уже были нами реализованы. Спасибо большое. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, то можно их сейчас задать. Если вопросов нет, то их можно будет задать позже уже в перерыв. Спасибо большое. Хотел предоставить слово Сергею Викторовичу Абдюхину, директору дирекции факторинга обслуживания и финансовой компании Синкт-Петербурга. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, коллеги. Сегодня на конференции очень много говорилось о том, что рожа очень низкая, что очень непросто привлекать клиентов, и клиентская база совсем не растет. Ну что ж, надо работать пока с тем, что есть. И, соответственно, вот на нашей практике, с чем мы работаем, расскажу, как повысить, как мы повышаем привлекательность факторинга для клиентов, которые к нам обращаются. Ну, для начала надо понять, где мы сами можем работать, потому что делать привлекательный продукт туда, куда мы с трудом сможем зайти, наверное, неправильно. Ну, и, соответственно, тратить на это ресурсы и готовиться. Еще раз скажу, что я представляю МФО, но МФО не в классическом всем понимании, которое все знают, что гигантские ставки, физики. У нас на плод бизнесов именно для бизнеса, для МСБ. Соответственно, в этом разрезе мы и ищем своих клиентов, ну и пытаемся им сделать привлекательные предложения. Соответственно, можно проанализировать очень широкими мазками отрасли, где мы работаем. Ну, соответственно, тяжелую промышленность, нефтяну, строительство, близкие отрасли, в каком-нибудь тяжелом запретном ювелирке и так далее, мы не рассматриваем. Все стандартные услуги, логистика, торговая, легкая промышленность, там, где есть МСБ. Здесь же корреляция с размером бизнесов. Годовая выручка от 30. Ну, здесь немножко не такой большой диапазон показали, ну, наверное, до 2 миллиардов свыше мы уже сделки. В меньшем количестве рассматриваем. Предлагаемые лимиты на одного дебютора от 1 миллиона рублей и до 200-300, 500 – это, наверное, предел, потому что здесь уже возникает портфельный риск. И брать риск на одного гигантского клиента, дебютора, тоже неправильно. И стоимость, то, о чем многие говорили, мы не конкуренты по ставке 10-12, мы рассматриваем 16-24. Это страшный диапазон, который очень сложно продать сейчас на рынке, но, тем не менее, мы пытаемся ориентироваться именно на этот диапазон. Далее, что надо сделать, чтобы клиент к нам пришел? Надо дать ему максимальный спектр-выклуг. Когда клиент приходит, он большие объемы и дешево по регрессу может получить у наших коллег. Соответственно, расширяемся на безрегресса. Очень страшный продукт, о котором не любят говорить никто, ни факторы, ни клиенты, особенно дебюторы – это закрытый факторинг. Очень много таких кейсов, и очень интересно их рассматривать. По закрученному очень много. Международный мы запустили, но пока сложная идет рассказка в связи со страновыми рисками, с молитвами и так далее. Есть запросы, и пытаемся их удовлетворять. Учет должен быть у всех, это стандарт. Страхование – это здорово для фактора, но дорого и для клиента. Но все равно это спектр, и здесь страхование имеется в виду, скорее, защита от продажи-дебитовки, защита от регресса. И далее очень страшные вещи для рисковиков. Я расскажу то, что хочет клиент, а каким образом мы закрываем эти риски, каким образом с ними бороться. Это дело отдельное, огромное, и все равно внимательно изучают банки. Тоже скажу с нашей точки зрения. Банки, как правило, не работают с улучшенными клиентами, связанными с резервами, с различными методиками оценками и эффектами показаний. Мы берем такие клиенты, и, собственно говоря, это нормальный поток наших одежек. Убираем ограничения на количество дегиторов, как любимую всем, диверсификацию. Максимальный размер первого платежа, достаточно хорошее конкурентное преимущество, очень много кейсов, где клиент хочет вообще по максимуму получить туристическую отречу 1+. Широкий диапазон отсрочек с этим совсем все умеют работать. Единственное, что скажу, что отсрочка 7-8 дней, она на рынке партнерга обычно не сильно рассматривается, потому что деньги в уровне сразу придут. Тем не менее, у небольших клиентов, у которых, небольших со всех маленьких, которые работают в продуктовом, и так далее, такая короткая отсрочка тоже избирает большую роль. Они успевают перекрутиться, и даже 7-8 принимаемые отсрочки по закону о торговле, куда нет достаточного века, и здесь тоже есть большой спрос. Отдельная тема – это лимит финансирования. В принципе, можно думать и в том ключе, что есть лимит партнерга, и вы ее оценили, самого клиента оценили как хорошего, вы ее инфицируете, все поставки, вы знаете клиента и табитора, можно ли ее устанавливать. Или устанавливать их без классической привязки к банковским лимитам. Все поставки принесли, все инфицировали, все профинансировали. Зачем давать профилиптор граничной цепи? Клиенту всегда приятно, что все его поставки будут профинансированы. По контролю просрочки тоже отдельных заработок факторов, обычно не берут просрочку, выше половины перенда срочки по договору поставки. В принципе, если тоже прогнозирование известных дебиторов, вот этот период просрочки можно увеличивать. Аккуратно, по контролю, но тем не менее и клиенту приятно, и есть набор дебиторов, которые помимо договорных отношений, задерживают еще месяц, на полтора, и так работают из года в год. В принципе, мы считаем, что для использования, для нашего это приемлемо. И клиента такая ситуация устраивает, мы получаем какую-то свою торговлю. Многие запрещенные отрасли. Здесь вопрос в том, что если ты не знаешь свою отрасль, как многие крупные банки нефтя, то можно в этой отрасли работать, даже если другие факторы туда не идут. Соответственно, можно здесь удовлетворить спрос клиента, который не работает, большинство факторов не работают по этому управлению. Далее, сервис. Тоже очень много сегодня было сказано об электронном документах обмороте, об электронном обслуживании. На самом деле, надо работать с любыми документами оборотов. И с бумагами, и с сканами, и так далее. Вопросы риска – это отдельный вопрос. Но когда тебе клиент приносит бумагу, надо подписываться, надо работать. И вопрос нашего удобства о рынке, о рисках, он тут немножко становится менее важным. Важно заработать здесь и повторить потребности клиента. Вся аналитика, все отчеты – это все онлайн, это все должно быть у каждого фактора. Хотя не секрет, что даже сейчас у некоторых факторов идется учет в МСЭНе тоже. Такое тоже встречается. Тем не менее, чтобы удовлетворить клиента, надо делать учет во всех направлениях и быстро. Социально, к сожалению, это потребует очень много именно трудовых ресурсов. Ну и очень важный момент в связи с тем, что у МСБ тоже риски повышены. Надо отдельно уделять ресурсы направлению контроля оплаты, профессиональной работе именно с просрочкой. Клиенты это очень ценят. Зачастую они приходят не за деньгами, а за информацией, за снятием рисков, оплатят, не оплатят. То есть, это очень интересный вектор развития лица, который можно получать дополненность, и клиент очень это ценит. Ну и чтобы клиент к тебе, в конце концов, пришел, необходимо, чтобы клиент к тебе знал. Большинство факторов – это крупные банки, крупные компании, а не всячески ведут большую информационную активность. Мы стараемся тоже максимально давать информацию максимальную о себе, доступную. Входим в социальную компанию, самую регулированную организацию, вверху. И главная активность идет. Ну и мы пытаемся удовлетворить любые финансовые потребности клиента. Есть другие направления МСБ. Кентарные займы активно очень развиваются. Сейчас мы вышли на первое место по объему на рынке различные инициальные. Если у нас, нам не нравится по факторе облоги, закупочка по факторе, закрытой, это все можно сделать под классической новейской займы и, собственно говоря, решить все эти вопросы клиента, но уже без факторе. В целом, наверное, эта информация всем доступна и все проводят докторный анализ, коллеги из «Райфа» и выступающих в этом. Тем не менее, мы исследуем рынок в таком ключе и пытаемся удовлетворить так, чтобы авторинг для клиента от нас был именно привлекательным. Спасибо. Спасибо, Сергей Павлович. Вопрос есть, да? Сейчас микрофон. Коллеги, просьба. Микрофон. Ну, давайте тогда, наверное, без микрофона, погромче только, пожалуйста. Ну, я громко смотрю, но другие меня зовут Мурат, открытие подхода. Очень интересно было слышать, что у вас достаточно такой лояльный подход с точки зрения рассмотрения клиентов, что, ну, другие банки отказывают, а вы вот помогаете. В этом случае, наверное, должен быть более серьезный подход с точки зрения лист-менгмента, ну, по связке, если вы не сможете клиенту, да, и, наверное, более как-то детально углубляетесь в систему подтверждения дебютора информации, потому что, наверное, нередки случаи, когда вот с фрешниками, которых у вас, насколько я знаю, немало, а в короткой строчке могут возникать сложные ситуации, например, там, с магнитом, который не всегда подсказывает, что будет зачет забирать какие-то поставки. Вот вы в этой части как загруппировались? Ну, как я уже оговорился, это вопрос не повышения привлекательности, а сбежения наших рисков. Да, безусловно, мы стараемся максимально анализировать там любой поток информации, мы риск-монусумов настраиваем может быть не классическим способом, что вот здесь можно так, здесь можно так, здесь можно так. Мы смотрим весь набор плюсов и минусов, пытаемся еще вытащить со всех сторон различные плюсы, вот, чтобы закрыть там уже не очень хорошую, веселимую платежную от Tandor. Дело в том, что Tandor, все нам известно, хочет за верификацию достаточно серьезных денег, причем эти деньги он хочет за юридически незначимые действия, то есть за просоверие с этой таблицы, вот, и вот там, говоря, мы не будем открывать все секреты, отсюда и максимальный поток информации от нашего коллеги, который будет выступать. есть отдельные кейсы, механизмы, блок-эссети. Опять же, в этом ключе мы пользуемся тоже партнерами, предложениями на рынке и, в общем-то, минимизируем риски тоже таким образом. А вот еще маленький причинящий вопрос в этой связи, не улыбитесь тогда в информацию по норме резервирования, которое у вас существует на текущий момент? Дело в том, что мы хорошо устроились, мы МФО, у нас буквально 3-4 адаптива, по резервированию он есть, но он не такой жесткий, как убавка, нам не надо делать жестко мотивированные осуждения, у нас есть этот процент, и сейчас, ну, он обязательно, мы его делаем по всем сделкам, и сейчас он, мы получаем убытки из-за того, что мы резервируем наши потенциально опасные сделки в меньшем объеме, чем этот процент. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что продолжим. Уже если какие-то еще вопросы остались, то у меня уже будет их задать в перерыве. Хочу предоставить слово начальнику управления факторами на московского предприятия, вам Кириллу Владимировичу Покровскому. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо, господин, за возможность выступать. Тема у нас сессии «Возможности и риски». Мы решили больше сконцентрироваться на возможностях и много поговорить о рисках. Пока готовы презентацию, заглянула, когда же у нас факторинг появился в России или в СССР. Ну и обнаружил в Википедии доступный ресурс в 1988 год. Профтруйбанк, СССР. Честным образом оказался под рукой как раз большой цифрический словарь от того же до той же даты. Интересно стало, если там слово «факторинг», как это локатируется. Слово «факторинг» там такого еще не было, но было слово «фактор». И там было интересное определение, как «движущая сила». Наверное, мне это близко, и близко, мне кажется, нам всем. У нас тоже по понятной профессиональной терминологии называют «факторинг». Видимо, с этого момента я начал заниматься факторами 2005 года. Мы вместе в отдельности искали ниши, искали возможности для того, чтобы развить продукт. Иногда оказалось, что мы постигали потолка. 5 назад мы говорили, что предназначение ВЛОП не государственное, уже вот у нас все. Но каждый раз находилась какая-то новая ниша, находилась для новой возможности дальнейшего роста. Ну, наверное, у нас формировалось такое ощущение, что мы постоянно ищем на любой океанной возможности, где есть возможность не толкаться бортами на этом океане, собирать и работать стоянейших клиентов, которые мы выбираем, и поддерживать необходимую для нас маржинальность и уровень риска. И, судя по результатам рынка, который показывал сейчас и достигал, нам это чаще удается, чем нет. Если продолжить новую инфакторинг с географией, то самый большой океан у нас тихий. Что же можно здесь, в этом ключе, ассоциировать с маржинами? У нас пришла ассоциация с госфаржинами. Она, собственно говоря, напрашивается, исходя из объема госзаказа, это более 30% от ВВП и более 25 триллионов рублей оборота ежегодно, причем присутствует тренд на увеличение этих показателей. У нас в госфаржинами, так же, как и в Тихом океане, присутствуют большие волны, которые способны как приподнять это большие сделки с большими другими компаниями, так эти волны способны и не приподнять результат компании. Но, безусловно, это возможности. Это огромный рынок возможностей, и факторы сейчас активно его развивают. Особенно 223-й ФСА и потихонечку начинают пробовать на вкус 44-й ФСА. Особенностью этого рынка является, коллеги уже говорили, разные сложности контракта. От простых поставок с понятной отсрочкой с понятными условиями до неких инвестиционных проектов рассчитать, протеревать с точки зрения рисков, которые достаточно сложны. Сдерживает развитие недостаток статистики и еще некоторая недработка правового регулирования. Но на ближайшие годы этот тот океан, по которому мы все вместе, особенно большие факторы, будут стремиться научиться ходить, не налетая на лифт. Следующий океан по размерам – это Атлантика. исторически соединяет Европу с Соединенными Штатами, с Америкой. И, как говорят, именно через него зародился факторинг, когда товарищи из Англии начали активно развивать торговлю с новым светом. Исходя из его специфики, мы в этот океан в возможности поместили реверсивный международный факторинг. По этим направлениям также существует целый океан и по нашим ощущениям, он соответствует размерам выбранного океана. Реверсивный факторинг – это последний год-полтора один из самых востребованных продуктов на рынке. Одна из самых серьезно интегрирующихся. Благодаря элегантному решению от коллег, которое разворило достаточно серьезно снизить трудоемкость по развитию этого продукта, затраты на подключение поставщиков к дебютору значительно сокращены, и это дало серьезный импульс к этому продукту как сейчас, так и на несколько лет вперед, как мы предполагаем. Нужно отметить, что отрицательной стороной данного продукта является концентрация рисков и вынужденный анализ рисков по дебютору. Международный факторинг – меньше 1%, но нам кажется, что эта доля сейчас не заслужена. Есть предпосылки и опыт коллег из Райфайзена и других банков показывают, что этот продукт тоже можно развивать. Здесь есть серьезная поддержка государства экспортно-ориентированных компаний, но присутствуют, как и раньше, неиздерживающие факторы. А – это ввиду сложившейся структуры экспортно-упортных продаж, где как с одной, так с другой стороны могут присутствовать аффильдированные компании. Ну и, конечно, у нас в Талатическом океане присутствует Берунский треугольник – это санкции. То есть, что оттуда прилетит с точки зрения международного факторинга, развивая его, не совсем понятно. И этот риск каким-то образом, наверное, тоже можно закладывать, когда двигаешься по этому направлу. Отходим от Атлантики. Следующий у нас Индийский океан по размерам. Это океан с экзотической и разнообразной флорой и фауной. Туда входит, в частности, красное море. Плавать можно, руками лучше не дрогать, но, тем не менее, это океан возможностей. И это МСБ и разовые сделки. Если говорить про МСБ, на рынке достаточно развита работа с МСБ в формате малый при большом. Малый поставщик, большой, хороший дебютор. Но практически не освоена ниша, связанная с малым поставщик, верифицированным или средним дебютором. При этом, по МСБ существует достаточно серьезная поддержка государства на развитие этого направления. И задача фактуринга, в том числе, встроиться в этот мейнстрим, получив какие-то, получив возможности, предоставить клиенту более выгодные условия, например, по афронтированию. Спрос, как судно, ТМСБ достаточно высок, традиционно. Если научиться управлять рисками по не совсем стандартным сделкам и фактуринкам, когда идет большой, хороший дебютор, то можно собирать на этом сегменте и доходность, и портфель. Разовые сделки – это отдельная история. В основном касается тендеров или разовых поставок. Нет типичный риск для фактуринга. Нет инструмента традиционного, позволяющего вычислить платежную дисциплину. Но на этом рынке есть высокая ножа. Нужно лишь придумать систему, позволяющую гигиенически утилизировать процент риска, который у нас заложен путем упрощенного анализа, в норме доходности, либо в управлении операционными рисками. При граммах от контроля и издержек по данному управлению, в этом океане у вас будет мало покупчиков, вы достаточно спокойно и свободно сможете иметь плат. По крайней мере, ближайшая год-два. У нас остался северный льдовит, океан по нашей классификации. Самый холодный, но в нем содержится огромное количество ресурсов. Россия начинает его активно развивать, требует больших вложений, но дает большой потенциал для роста. И это электронный факторинг. Многие уже говорили о том, что цифровизация у нас тренд. Честно говоря, лет 5-7 мы на рынке, по-моему, говорили о том, что было бы очень неплохо, чтобы дебюторы начали активно подписывать нам электронные уведомления, чтобы хотя бы карты электрона нас о чем-то информировать, и это было бы настоящим благом для нас. Сейчас мы видим, что очень много крупных сетевых дебюторов, очень много игроков, с точки зрения тех, на кого мы принимаем риск, охотно уже перешли в эту цифровую зону. Этот вектор задается государством, и это очень важно, с точки зрения автоматизации залоговой, таможенной и другой отчетности. Создается огромный поток биг-даты, научившись которую анализировать и управлять, можно сделать достаточно серьезный рывок с точки зрения снижения костов, снижения операционных рисков и расширения горизонтов для финансирования любых направлений. Появился наш факторинг на молчение, это тоже здорово, на самом деле это направление снимает наши риски, связанные с тем, что кто-то увидит, что мы работаем с этим клиентом, кто-то увидит наши поставки, кто-то еще что-то увидит, и это будет нехорошо. Вот чем закрывает этот вопрос, и если эти технологии хорошо себя покажут, это дальнейшее управление для того, чтобы обмениваться свободным фактором информации, исключать риски гранирового финансирования, вовлекать туда при простом отключении как можно большее количество дебютов и минимизировать расходы, связанные с попытками людей, которые осуществляют IT-инфраструктуру для рынка в целом и для государства, заработать на этом дополнительную маржу, забрав его фактор. Здесь нужно внимательно следить за арбитражной практикой, поскольку она накапливается по электронному факторингу и взаимодействиям, и, как показывает опыт, расслабляться не стоит, потому что мошенники рано или поздно добираются до любой сферы, и вполне возможно, что они что-то придумывают и на этой ниве. Резюмируя выступление, хочу сказать, что за моду существования факторинга в России мы большой путь проделали, но впереди у нас также огромные возможности, и я надеюсь, что, несмотря на цикличные явления в экономике, нам удастся реализовать эти возможности. Спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл Владимирович, очень креативная презентация. Коллеги, есть какие-то вопросы? Вопросов, видимо, нет. Спасибо. Хотел предоставить слово генеральному директору русской факторинговой компании Имякина Владимиру Александровичу. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотел бы сегодня поговорить о том, как факторов, которые здесь, в нашей рынке, можно сегментировать по размеру клиентов, с которыми они работают. Какие у каждого сегменты есть особенности, что у нас в одном сегменте, что в другом, какие есть другие сегменты и стратегии. Сейчас их. Базироваться мой доклад будет на двух блогах. Первое – это данные АФК со сфатуринговой компанией. Открыта информация в части объемов факторинговых портфелей, количество клиентов у факторов, объемов факторинговых портфелей без регресса, всех объемов факторов оборачиваемости портфелей и доходов факторов, всех, которые их показывают. Это вообще особая информация, и та информация, которая есть в АФК – это анализ ингредиентной среды, которую мы там для себя сделали, и структуру доходности портфелей компании посреди тех или иных сегментов. Значит, в левой части вы видите рынкинг факторов АФК по объему портфелей. То есть наверху ВТБ самый большой фактор – внизу купание кредит, самый маленький. АФК – это сегодня строка. Если к каждому фактору приписать количество активных клиентов, которые они показывают, потом определить средний размер клиента каждого из факторов, а потом отсортировать список по обуванию этих клиентов, то факторы, собственно говоря, выстроятся именно по тому повеличению среднего клиента, с которым они работают. Что здесь важно? Почему мы это сделали? Оказывается, как и пример, для АФК. Нашими конкурентами непосредственно мы, те, с которыми мы общаемся, которые клиенты рассматриваем в обществе, с которыми мы их делим, куда уходят от нас клиенты – это как раз те факторы, которые оказались в нижнем сегменте, где АФК также оказался. То есть это те клиенты, антифакторы, которые работают с клиентами массивного бизнеса. Я подозреваю, что примерно то же самое есть и для крупного сегмента. То есть там те факторы с большими клиентами, и они конкурентами между собой. С нами они конкурентами, собственно, я с ними. Средняя величина клиента АФК, таким образом, одна из самых маленьких на рынке – 8 миллионов рублей в среднем портфеле. Далее, если мы к этому рейтингу припишем объемы безрегрессного факторинга в портфеле факторов и определим долю этого безрегрессного факторинга в общем портфеле факторов, что у факторов с крупными клиентами эта доля, собственно, гораздо выше, чем у факторов с маленькими клиентами и у факторов с средним клиентами. Есть вообще выраженный случай, когда у Сиренбанка один клиент – 11 миллиардов. Наверное, один из самых больших клиентов на рынке. По вопросу, в котором положено. И опять-таки, как и говорилось ранее, скорее всего, то, что среди крупных факторов, раз в всем изрегрессного факторинга, это не увеличивает их риск, потому что, скорее всего, они работают с крупными клиентами и, таким образом, риск медикирования. Теперь мы поговорим о доходности факторинга в портфеле. Для этого я взял данные по доходам, которые факторы показали в 2017 год полный. К ним я добавил данные по объемам выручного финансирования и по обращенности портфеля. Таким образом, примерно получилась некая оценка доходности на своих вложениях факторов. Вот это вот средняя столбец. Ну и оказалось, что да, чем меньше средний клиент у фактора, тем, вроде как, больше у него доходность факторинга вложений. При прочем, равных факторы, которые работают с маленькими клиентами, они зарабатывают в процентах больше, чем те, которые работают со средними и с крупными клиентами. А оценка доходности РФК одна из самых высоких. Особенно заметно это на графике. Значит, если ОСИКС это средняя величина клиента, а ОСИКС это оценка такой доходности, то мы видим, что, особенно если увеличить сегмент маленьких клиентов с правой картинкой до увеличения лев, мы увидим, что чем меньше средний размер клиента у фактора, тем, больше у него доходность. Обратное, в общем случае, не всегда верно. Такое выделяется. Но, в принципе, можно сказать и наоборот. Чем больше размер клиентов у фактора, тем меньше доходность по портфелю. Теперь о том, почему это происходит, точнее, как различные факторы работают в своих сегментах. Мы сегодня говорили про различные продукты факторинговые в линейках факторов. Я утверждаю, что ключевым свойствам факторингового продукта является не регресс без регресса, а скорее дебитор, с которым фактор готов работать. Мне представляется, что, если определить место факторов, с точки зрения, с какими клиентами они работают, по выручке, не уже объем факторинговых вложений, а выручка клиента. Значит, нижняя строка – это сам маленькие клиенты, средняя строка – это клиенты средние, верхняя строка – это крупнейшие клиенты, и дебитор, соответственно, крупный – это первый столбец, то, ну, вероятно, ВТП и Газпром Альфа работают в основном в верхнем левом углу, а в нижнем левом углу – это стратегия, о которой сегодня много говорилось – это работа с малыми клиентами и крупнейшими дебиторами в основном с опоры на ИДО. Там работает Prime, в открытии факторинговых и металлезы по поводу этого направления. РФК же работает, собственно говоря, по сегменте малый и крупнейший клиент, но по всему спектру дебиторов. Наверное, та же, как работают компаниями РФК и промо-сервисов. Не трудно видеть, что в этом сегменте, как раз, наверное, не работает больше никто. И в этом сегменте, почему? Потому что там риск выше. Ну, собственно, мы работаем в этом сегменте с опорной стратегией риск-вейс-прайсинг. То есть мы, более скоро мы там сильно рискуем, то мы имеем там высокую доходность. В цехах это выглядит так. 11% портфеля – это сегмент средний клиент и крупный дебитор. Это то, где мы полностью защищены по рискам, где мы себя комфортно чувствуем, но и где высокая конкуренция. Там у нас, условно говоря, базовая эффективная ставка. В сегменте средний клиент и крупный дебитор у нас ставка выше. Плюс 5%, например. И там у нас лежит 10% в портфеле. Причина к тому, что мы готовы принимать средний клиент даже с большими клиническими просрочками. Мы это хорошо зарабатываем и хорошо сочувствуем. А в сегменте средний клиент и малый дебитор у нас там 12% в портфеле и плюс 2% в ставке. Потому что мы принимаем малых дебиторов только с идеальной поддержкой спины. Техническая поддержка мы практически не зарабатываем. В последней строке – это малые клиенты. В самом конкурентном сейчас сегменте для этого сегмента клиентов – это крупный дебитор. У нас там даже ближе к 37% в портфеле и ставки там настолько утоптаны, что они лишь чуть-чуть отличаются для клиентов средних. То есть там ставки сейчас 14-18% – это в реальности. Но в сегменте малый клиент и средний дебитор, где у нас еще 20% в портфеле, ставка опять-таки выше, потому что там у нас столько не работает. И в сегменте малый клиент и малый дебитор – там у нас лежит 6% в портфеле. Там ставки опять-таки выше, в силу того, что там никто не работает. Тот самый океан, там у нас предыдущие. Где мы сейчас чувствуем? Ну и картинка вывода. Участники, которые я их забыл положить. Значит, первое. Участники рынков могут разнести по группам в зависимости от средней величины клиента вложения в рынок. И я утверждаю, что участие в рынках в основном не друг с другом по объему портфеля, а именно по тому клиентскому сегменту, в котором они работают. Значит, в сегменте крупнейших клиентов, ну об этом говорилось, там особенно ценность в сравнении он подстригает с факторингом, но он, скорее всего, с крупнейшими дебиторами, поэтому риска дополнительно не несет. В сегменте маленьких клиентов оценки доходности выше, чем в сегменте средних и крупных клиентов. Причем достаточно серьезно, особенно при самых маленьких клиентах на 5-7-8 миллионов рублей портфеля. У РФК это последний портфель один из самых маленьких новинок, и поэтому оценка доходности у РФК одна из самых больших новинок. В сегменте крупных дебиторов с маленькими клиентами очень сильная конкуренция, там идет факторинг с собой на комплексный оборот, поэтому даже в этом сегменте маленьких клиентов ставки сейчас не самые высокие. Они не сильно отличаются от ставок для средних и крупных клиентов. Ну а статегия РФК это основанная плата за риск, которых мы принимаем, и факторинг, которые связаны в основном в сегментах малых и средних клиентов, малых и средних клиентов. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть у кого-то вопросы? Да, есть вопросы. Он тоже с радостью бы задал вопросы. Могу позднее. Михаил, да? Да. Сначала из зала, потом вам скажу это. А еще раз. Я. Могу позднее, да? Да, просто. Слава, Мурат, открытие факторинга. Прекрасная презентация. Мы увидели открытие факторинга на других, скажем так, слайдах, как прямые конкуренты. Честно сказать, мы достаточно сильно пересекаемся с РФК. Но я для себя до сих пор не выяснил, что вы рассказываете клиентам с точки зрения вашего конкурентного преимущества. Какова ваша стратегия, что вы планируете делать через 2-3 года, как вы себя видите. Вы растете, либо вы в том же портфеле, с еще большим количеством маленьких клиентов. Вот в каком направлении вы двигаетесь? Мы не рассказываем клиентам, хотя бы через 2-3 года. В общем, мы работаем в сегменте с максимальной доходностью. Это как бы то, чем мы занимаемся. Пересекаетесь вы с нами клиентам тогда, когда они, скажем так, добираются до вас и хотят меньше ставки, чем мы готовы предложить. Собственно, мы их равны, правда. Окей. Так как вопрос по ставке «Базовая ставка» у вас было написано, сколько это у вас базовая ставка? Скажем. Я просто, чтобы я понимал, что вы к нам отправили клиентов, и примерно понимал по презентации, какая у нас ставка. Просчетте запись базы, да? Мы еще индивидуальные вещи. Коллеги, да. Возвращайтесь, как бы. Ну окей. Вопросы коммерческой информации, конечно. Мало ли, но не прокатилось. Да вы можете попытаться в кулуарах еще. Да, конечно. И вот вопрос. Да, Валим, спасибо. Отличная презентация. А можно вернуть вот тот слайд, где были ставки? Я не буду спрашивать. Вот, отличный слайд. Вопрос такой. Ну, мой опыт подсказывает, что вот в этом правом нижнем углу мира дикого запада, где вот ваши конкуренты из открытия традиционно были сильны, там живым оттуда никто не возвращался. И в ней, ну вот вы говорите там, я просто плохо вижу, плюс пять процентов, да, вот по внешнему углу к базовой ставке. Бог с ним, какая она базовая ставка. Как вы думаете, ну вот у вас там идет рост вот этой надбабки, как я понимаю, рисковой. Вот когда вы добавляете вот эти там два, пять, три процента к базовой ставке, я понимаю, это годовые, то насколько это покрывает потери, и есть ли там запас какой-то, рост доходности факторов? Или это исключительно вот именно ваша оценка того, насколько придется угореть, двигаясь из левого верхнего квадрата вправо нижнее? Значит, вот эта картинка, это то, как у нас сейчас есть. Это вот то, как мы нам продавали, да, это не есть наша тарифная политика, это не есть наши установки, это вот то, как мы сейчас сложим с нашей ситуацией. А что касается рисков, то риск у нас, конечно же, есть. В среднем мы теряем погоду 2% годовых, ну, процента портфеля. Это общая статистика за последние, скажем, три года. И дефолты наши, они не сконцентрированы в том нижнем рамке, в углу, как мы страны. Они размазаны в других влах. И каждая история индивидуальная. Эспертность, верно, сделаны некие выводы, которые позволяют нас узнать дальше и таким вещами заниматься. Хорошо, спасибо. Далее хочу передать слово постоянному участнику нашей конференции, Михаилу Алексеевичу Окуневу. На нашей конференции первый раз в новом качестве, генеральный директор LightVersion. Поэтому, я думаю, всем будет интересно послушать новые профессиональные вещи. Ну, вот, мы там даже на визитках, я в новом качестве, я представлюсь, я выкувожу проектом LightVersion, который мы, честно говоря, развивали давно и в какой-то момент решили, я точно свечу на нем. Поэтому я практически всем в этом зале об этом рассказывал и не буду концентрироваться. Я сейчас расскажу о практическом кейсе. И, ну, там, мы делаем верификацию. Что такое верификация? Для меня было удивительно. В одном из крупных банков с госучастием, когда я произнес слово верификация, я понял, что мы по-разному понимаем этот термин. То есть, люди говорят, ну, верификация – это вы взяли что-то в одном месте и пошли проверять. Я говорю, ну, вы идиоты. Зачем вы взяли у этого жулика вообще вот какие-то цифры, потому что все равно все неправо. Но, тем не менее, это пока преобладающий. Моя точка зрения, я не могу сказать, что она победила, что не надо брать цифры у поставщика. Ну, там, потому что мы работаем с поставщиками МСБ. Мы считаем, что на цифры, которые есть у поставщиков МСБ, можно не смотреть. Даже вредно их смотреть. Это провоцирует фронт. Но, тем не менее, традиционный взгляд на верификацию я специально сделал. Вот как, ну, там, сидишь переговорно, рисуешь. Вот что мы рисуем? Там, поставщик поставил. Дальше пошел, рассказал, что он X, Y, Z чего-то выполнил, поставил. Дальше вот ужас, который вытворяют факторы с дебиторами, такими крупными, как, например, Сибур. Они пошли и говорят, вот X, Y, Z, это правда или неправда? Ну, я бы вот этим фактором, ну, этим менеджером этих факторов прямо руки вырывал, потому что, там, дебитор, когда приходишь, крупно, он говорит, меня ваши коллеги уже задолбали вопросами вот с этой верификацией. Они просят меня сказать, вот ты их следили сказать, правда или нет? Он говорит, ну, я-то знаю, что у меня в ВПСе лежит АВЦ. Дальше фактор, ну, теперь у меня верификаторы верифицируют, сравнивают одно с другим, ну, и дальше на основании этого я выплачиваю деньги. Вот, ну, пример верификации, я не знаю, наверное, мелко, но, тем не менее, я перескажу словами, что здесь нарисовано. Во-первых, дебитор, если у вас для того, чтобы так вот работало, дебитор должен считать, что вы являетесь фактором. На смене, а я хотел рассказать об этом, потому что у нас, там, один из, так сказать, одно из наших таких любимых занятий, это перепарковывать клиентов из факторов, которые с нами не работают, факторов, которые с нами работают. Вот, говоря об этом прямо как есть, поэтому желающие могут с нами работать, желающие могут продолжать терять клиентов. Выбор за вами. Вот, ну, это вот та верификация, на которую, ну, та табличка, на которую смотрят верификаты. Там не сходится всегда почти ничего. Дальше нужно определить вообще, ну, там, есть талантливые люди, которые делают это десятилетиями. Бесполезное занятие, но они специалисты в этом бесполезном занятии. Они вот это вот сранливают и, там, что-то получают какие-то выводы. Дальше, когда вы говорите о том, что, ну, там, поставщик меняет факторы, то ситуация становится вообще радикально хуже. Например, Сибур, извините, я просто, вы мне очень нравитесь, я буду на вас ориентироваться. Он уверен, что фактор старый. И он, когда к нему приходит, ну, давайте какой-то нейтральный пример. Вот мы выяснили, что открытие с РФК активно обменивают с клиентами, друг другу посылают. Вот нам Сибур уверен, что поставщик обслуживается в открытии. К нему звонит представитель РФК, верификатор, говорит, дайте мне информацию. С какого перепугу? Это же поставщик, он не делает своим факторингом, он делает в другом месте. Дальше, поставщик, он тоже не ангельский, я думаю, вот у открытия и у РФК, так они вообще не ангельские. Он вообще считает, что это проблема, которая его не касается. И поэтому занимайтесь как хотите. Уведомления у Сибура тоже от открытия, а финансирует его уже РФК, поэтому стандартной верификации вообще нет. Поэтому, ну вот, какое мы увидели для своего решения, которое развиваем, которое называется Light Vision, уникальное применение в таких случаях перехода, и почему там с нами переход становится абсолютно безболезным. Мы ориентируемся на тот трафик данных, тут много говорилось о том, нужен там юридически значимый документ оборудователь или не нужен. Мое утверждение, он нафиг не уперся. Потому что вы должны знать, что поставка была, и мы вот эффективно забираем это из тех каналов, которые уже есть, без согласия, например, Сибура. Мы можем рассказать, что было поставлено, а что не было поставлено. Дальше перегоняем это на сторону фактора, ну и он уже, мы говорим, что этих данных достаточно, чтобы выплачивать финансирует. Кто-то нам верит, он активно растет, кто-то, но таких факторов, честно говоря, большинство. Это вот бесконечная попытка сравнения документов, ну, нельзя же всех научить, нет. Мы кого-то научили, здесь есть представители, те, кто нас послушался, они растут вообще чумовейшими темпами. Но многих уже не могу переучить. Но это вот то, как такая реклама, откровенно говоря. Это то, как с нашей помощью происходит факторинг. И опять же подчеркну, что данные получаются вне зависимости от желания дебитора. Поэтому, когда мы приходим, вот вчера мы встречались с одним из крупнейших и самых значимых дебиторов на рынке, мы ему говорим, но если вы не будете работать с нами, мы так или иначе эти данные догоним до факторов, они их получат. Ну вот такая независимость, она на переходе от фактора к фактору чрезвычайно важна, мы ее обеспечиваем. Ну, что еще мы даем? Мы даем электронные документы, а оборот, с поставщиком, мы это не считаем важным. Потому что с поставщиками, для меня было удивительно, когда я не так давно не руковожу факторинговым бизнесом в явном виде, всего-навсего 10 месяцев, и когда мы приходили к крупным факторам, мы говорим, ну, мы сейчас дадим данные, передайте их поставщику посредством своего интернет-кабинета, выяснялось, что это утопичная история. В интернет-кабинете можно только подписывать документы, а передавать информацию очень никакую невозможно. Но еще мы гарантируем то, что те данные, которые мы передали, они достоверные, если это не так, но мы ответим прямо вот на сумму убытков. Ну, и в принципе мы застраховали страховые компании. Все, я постарался максимально коротко и максимально без рекламных сообщений обойтись. Спасибо. Михаил, спасибо. Если есть вопросы, я могу часами на них отвечать. Если нет, могу передать. Сейчас есть какие-то вопросы. Вопросы. Это открытие. Спасибо. Мурат Хабаху, открытие. Я знаю. Вопрос, продолжение, самое первое. Удалось договориться с магнитом, чтобы верификацию правильно давать. Как вы продаете коллегам эту информацию? Уточните вопрос. Ну, то есть верификация от магнита. Вы сами сейчас сказали, что она не сильно верификация от магнитом. Верификация от магнитом, да. Верификация не значимая. Плюс она еще может меняться в процессе. Вот вы о ней прислали верификацию. Подождите, кто куда что прислал? Ну, дебидор. Но фактору какую-то информацию. Это не тот бизнес, которым мы занимаемся. Да. Но вы же какую-то информацию о электронном берете? Ответ нет. Среди асистемы? А. Среди асистемы? Мы забираем, да, из системы электронного документа. Окей. Вы забираете общую информацию? Мы забираем информацию о тех поставках, которые были. И то, с чем сталкиваетесь вы, отличный пример. Спасибо, Мурат, за вопрос. Магнит. Или, я не знаю, ну хорошо, пусть будет магнит. Дал информацию о том, что вот была такая поставка. А потом говорит, эта поставка не будет оплачена. Ну, почему? Ну, потому что поставщик был не должен. За, не знаю, перекладку палет из левого угла вправо. Теперь это дальше вопрос. Вы говорите, вопрос задайте. Вот, ну, поставка была? Была. Она будет оплачена в спокойном порядке магнитом? Ну, ответ нет. Он считает, что он ничего не должен. Ну, дальше ваши действия. Что делать? Ну, идем к клиенту? Да нет. Вы что делаете? Я переживаю. Ну, нет, нет. Как однажды мне сказали на одном занятии. Если вы переживаете, не переживайте. Вопрос, ну, цель у вас какая? Если вы хотите переживать, я с этим поделать ничего не могу. Я не психолог, я могу дать телефон специалиста. Вопрос, вы что хотите? Я тоже слышал одну историю про то, что если вы переживаете, найдите человека, который сделает это лучше, чтобы вы не переживали. Я могу спросить. Это с этим вопрос. Да. Ну, вот смотрите, я человек, который сделает это лучше. Вы его нашли. Теперь я говорю, то, что магнит вам не платит, это вопрос к вам. Хотите, я пойду, а ты мне ее магнит, он вам заплатит. Я серьезно, я делал это несколько раз. Ну, то есть, вот, 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 минуточку, а что вы смеетесь? Вот сидит Александр Прохоров. Он, кстати, вот, можно на него всем посмотреть, я его приглашаю. Это человек, который вместо меня руководит факторингов в металлминезбанке. Он мне даст соврать, да. Мы работаем в металлминезбанке. Вот, в вашем же кейсе у нас была периодичность, ну, там, 2-3 раза в год. Мы доходили до верхов, сначала высшего арбитражного суда, потом верховного суда. И то, о чем вы говорите, это зачет. Ну, у нас парит. Он, если, к сожалению, нет специалистов-юристов, да, но они вам скажут, ну, есть все, 3-я глава гражданского кодекса. Там русским по-белому написано, факторингов, оставьте зачеты себе. Вот как хотите, дорогой дебитор, так и забирайте деньги с поставщика за вашу услугу. Зачет, он незаконен. И это ваша слабость, ваше неумение работать с дебитором, то, что вы ему позволяете это делать. Ну, я не могу с этим ничего поделать. Если вы хотите, чтобы вас отымели, ради бога, не называйте это насилием. Михаил, спасибо. У нас тоже есть такая практика, мы тоже, как вы видите, немножко спорились с магнитом и вполне успешно. Вопрос в другом. Мы же говорим про то, что вы говорите, мы дадим вам верификацию. Точно. Я вам говорю о том, что если верификацию дали, а потом забрали, а она не верификация. Да нет, мы ничего не забираем. Ну, не вы забираете, дебитор забрал. Ничего не забрал у вас. Он просто говорит, смотрите, я дал вам информацию. У нас мы как-то по кругу ходим, об одном и том же говорит. У вас есть информация о том, что поставка была? Да. С этим кто-нибудь спорит? Нет. Вопрос. У вас вопрос в чем? Вам не заплатили. Ну, вот точно так же вот Владимир Невкин сидит в голову, схватил. Ему тоже часто не платят. Вопрос, это вопрос к верификации, не часто, 2% от портфеля в год, извините. Это вопрос в том, что данные неверные, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, дефолтнул дебитор. У вас дефолтнул магнит. Вы сидите, обвиняете верификацию в том, что это случилось. Ну, простите. Спасибо, Михаил. Вопрос был ровно про то, что, может быть, у вас какие-то новые штуки есть, которыми другие не пользуются. У нас есть много штук, которыми кто-то пользуется, кто с нами работает, кто пользуется. Вы нет. Ну, ведь я вас уважаю за это, да, вы позволяете. И здорово, что такие товарищи, как вы, есть на рынке, да, потому что, когда все бы были такими циничными по отношению к дебиторам, то тогда бы, наверное, дебиторы как-то по-другому бы относились. Фактурно. Отлично. Есть штуки, да, у нас есть несколько проектов там, где мы, вот я отмотаю вот сюда вот, где вот эта стрелочка, где мы запираем данные, она не идет, не из трафика, она прямо вот, я не знаю, дошла информация, может быть, не дошла, может, на этом рынке не присаживали, когда мы от дебитора непосредственно выступаем таким генеральным верификатором. И там, ну, когда у нас есть взаимодействие с дебитором, это вот к Сибору, например, мог бы обратиться, наверное, вряд ли у них эта проблема стоит. Мы там говорим о том, что все, что проверифицировано от дебитора, оно будет оплачено. И мы с рядом торговых сетей такие проекты реализуем. Да, мы там специально что-то не показываем в верификации, это будет зачтено изначально. Но это другая история, да, это не вот этот вот general case, где мы там не трогаем дебитор. Это то, о чем я рассказывал сейчас, да, когда у вас меняется, вот, переходит от РФК к вам или обратно, да, там, поставщик с магнитом, да, он не может добраться до стандартной верификации. Мы можем предложить альтернативу. Окей, спасибо большое. Нет за что. Михаил, спасибо. Далее я хочу передать слово Михаилу Ильичу Трейлишу, президенту универсального краудсоуссиндомоагентства УДН Еврей. Всем добрый день. Для тех, кто меня не знает, таких, наверное, уже большинство в этой аудитории, потому что, вот, так давно я не занимаюсь факторингом. Когда-то я им занимался, и занимался он 20 лет подряд. Вот. Поэтому знание, не сколько знания предмета, а сколько понимания, там, на уровне кончиков пальцев и ощущений, у меня какое-то осталось, это, наверное, на всю жизнь. Я хотел проанализировать немножко факторинг с точки зрения системы отношений, которые он порождает. В идеальном мире, кроме фактора и клиента, нет больше ничего. Но есть еще какие-то дебиторы, да, вот где-то они там находятся, они тоже как бы опосредственно участвуют в отношениях, но они не влияют на большую любовь между фактором и клиентом. В реальном мире, кроме фактора и клиента, существует масса других компаний, людей, есть банки, есть страховые компании, есть поставщики всяких рекламных услуг, IT-услуг и так далее. И я хотел в своей очень короткой презентации проанализировать, как же они влияют на отношения между фактором и клиентом, и какие возможности или риски. Вот то, что реальный мир отличается от идеального, они дают. Начать еще с цитаты. Цитата одного моего хорошего знакомого, человека из Франции. Ну, не важно, что он из Франции, важно, что он работал, как это принято в финансовом мире, в разных финансовых институтах, и в частности он возглавлял вначале ризинговую компанию, а потом факторинговую. Просто есть такая очень неудачная штука, в финансовых группах называется ротация. И очень часто сталкиваешься с тем, что приходит человек в факторинговую компанию в рамках ротации в составе банковской группы, и ты себя очень чувствуешь неловко, когда с ним встречаешься, потому что ты понимаешь, что ты разбираешься в том, чем он руководит, в миллион раз лучше, чем он. И как-то не знаешь, куда себе девать. Так вот, его спросили, применяют, в чем разница между факторингом и лизингом. Он сказал, что разница очень простая. Факторинг – это операция, а лизинг – это отношение. Я думаю, что это очень-очень точный ответ на самом деле. Точно так же можно сравнить факторинг с целым и рядом других финансовых бизнесов, но так или иначе я хочу оттолкнуться вот от этого, на мой взгляд, очень точного дифференцирующего определения, для того, чтобы поговорить о факторинге как в отношениях. Когда говорят о отношениях, обычно вспоминают отношения между мужчиной и женщиной. Я тоже хочу немножко вас апплицировать. Отношения между мужчиной и женщиной на отношения между факторингом и бутылщиком. Что разрушает отношения? Принято считать, что разрушает обман измеры. Что такое обман в случае факторинга? Ну, наверное, это фрод. Ну, то есть, при не очень точном русском переводе – это мошенничество. Что является причиной фрода факторинга? Ну, грубо говоря, это и ситуация, когда либо клиент, мошенник, исходя из своего предыдущего опыта, из своих намерений, то есть он приходит только раз деньги, и такие случаи бывают, они на самом деле очень редки. И очень многих банкиров, мне приходится с этим сталкиваться, существует заблуждение, они считают, что вот в основном все такие случаи – мошенничество, когда пришел какой-то жулик с 30-летним стажем жульничества, не знаю, с пятью судимостями, и наша служба безопасности его быстро отловит, потому что его пригласят на собеседование, обнаружат, что у него все тело покрыто татуировками, вот, сам он, значит, использует платной жаргон, вот, и сразу видно, что мы связались, значит, с человеком, который только что откинулся. Вот. Такие случаи бывают, но их вот буквально там небольшой процент. Большая часть случаев, что людям нужны банально деньги. Деньги обычно им нужны в двух ситуациях. Во-первых, есть финансовые терраторы, есть какие-то финансовые проблемы, которые нужно заткнуть. И вторая ситуация – это тогда, когда вроде бы денег достаточно, но люди затеяли какой-то большой инвестиционный проект. Сами строят новый завод или покупают новую компанию. И осуществление инвестиций поставщиком – это, в принципе, такая очень серьезная трещина в будущем. Возможная, конечно, необязательная в отношениях между фактором и клиентом. С точки зрения разговора про то, какого рода сервисы могут разрушить отношения между фактором и клиентом, это сервисы, которые происходят, например, со стороны инвестиционных консультантов или инвестиционных банкиров, которые помогают в сделках M&A. Потому что сделки M&A, сделки, связанные вообще с инвестицией в любые новые проекты, они потенциально разрушительны для отношений с фактором. Как только возникает новый проект, особенно если он непрофильный по отношению к ключевому бизнесу, повышается риск обмана со стороны клиента. Второе – это измера. Но в отношениях мужчины и женщины, особенно женщины, почему-то считают, что измена – это более опасная вещь, чем обман. В отношениях фактора с клиентом – наоборот. Измена – это не так страшно, как обман. Но, тем не менее, все равно измена существует. Изменов, по аналогии, это история, когда клиент пользуется услугами примерно такими же, как факторингер. Со стороны какого-то внешнего права и даруслуг. Это, например, овердрафт от банка. Ну, было очень много исследований на эту тему, которые показывают, что большая часть кредитных продуктов совершенно не составляет никакую конкуренцию до факторинга. На овердрафт – исключение. Статистика показывает, что это игра с нулевой суммой. Если в финансовой системе растет количество овердрафтов, то обычно падает факторинговое финансирование и наоборот. Ну и еще одна конкурентная услуга по отношению к факторингу – это кредитное страхование, которое то ли, слава богу, то ли, к сожалению, в России пока еще, я не могу сказать, что не развито, но оно какое-то неагрессивное по сравнению с тем же факторингом. То есть вот таких залов, где люди даже стоят, конференции по кредитному страхованию не собираются. Более того, аэра экспертов не проводят, просто, видимо, потому что рынок не дошел до такой стати. Тем не менее, угроза измены существует, и вот она вот, как обычно… Обычно же муж изменяет с лучшей подругой. Обычно факторинговые компании входят в одну группу с банками и иногда с страховыми компаниями, поэтому можно сказать, что тоже измена с сестрой, с лучшей подругой происходит с факторинговой. Но отношения можно не только разрушить, но и укрепить. Я чувствую, что я, по крайней мере, на окончании этой презентации смогу найти работу личного психолога, если с моим нынешним проектом почему-то не получится. Значит, что крепляет отношения? Возможность найти общий язык и общие личности, извиняюсь, корпоративный рост. То есть куча историй про то, что жена сидит дома с ребенком, с ребенками, с детьми, извиняюсь, муж работает, ходит там по каким-то презентациям, выставкам, интеллектуально развивается, а потом через 10 лет говорит, дорогая, мне с тобой больше не интересно. Ну вот я нашел профессора МГУ, вот я даже с ним подключился. Ну, общий язык, с учетом того, что в деловом общении общий язык, в основном электронный, то все факторы, которые способствуют развитию электронного документа оборота, и в частном случае, но про это очень много, и сегодня в том числе и говорили, не буду про это говорить, и вообще автоматизации, они, конечно, укрепляют отношения между фактором и клиентом. Снижается риск операционных ошибок, повышается возможность для аудита со стороны фактора клиента, если у него все хорошо автоматизировано. Поэтому, безусловно, это существует, если клиент автоматизирует свою деятельность, это очень важный фактор, который помогает, превращает ситуацию в отношение между фактором и клиентом, в ситуацию в инвизи. Поэтому контракты клиента с EDI-провайдерами, с поставщиками разного до IT-услуг, это фактор, который, по идее, увеличивает отдачу от факторинга и укрепляет отношения с фактором. Другая часть истории – это то, что, безусловно, фактор заинтересован в растущих клиентах, то есть клиентам, которые выходят на новые для себя рынки, на этих рынках продают свои товары или услуги, у них получается, соответственно, новая дебюторская задолженность, новая дебюторская задолженность для фактора – это новые деньги. Это может быть немножко цинично, но факторы – любят за деньги. Это может быть в мире, где людей называется другими словами, а в деловом общении – это большая любовь. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что возможностей для роста продаж, ну, называя вещи своими именами, даже стабнирующей экономики, не очень много. Для этого нужны какие-то прорывные, креативные, нестандартные решения, которые позволяют либо вводить на рынок и получать тут же платежеспособный спрос для новых товаров и услуг, либо открывать для действующих товаров и услуг новые рынки или новые клиентские сегменты, например. Таких решений не очень много, и их найти достаточно сложно. И буквально в последние, там, две с половиной минуты моего выступления я как раз хочу рассказать про то, чем я занимаюсь сейчас – это кронсорсинг. Это один из способов найти такие прорывные решения, которые позволят увеличить объем продаж для поставщика товаров и услуг. Вообще говоря, мы придумали себе вот такой слоган, состоящий из двух английских словосочетаний. Первое означает «гениальное решение», второе – «подлинные или искренние преданные сторонники». Это вот две составляющих того сервиса, который вот мы называем кронсорсингом и который мы предлагаем людям. Начнем с последнего, со сторонников. Недавно в Москве прошел чемпионат мира по футболу, все это заметили, это огромное и прекрасное событие, не только в Москве, но и во всей России. И все понимают, насколько большим фактором, даже с точки зрения моральной поддержки, являются болельщики для того, чтобы их родная футбольная команда побеждала. Вот сторонники клиентов – это вот те самые приданные болельщики, которые как минимум морально поддерживают компании, которым они вызвались свободное от основной работы время помогать. Но история наша состоит в том, что наши болельщики поддерживают наших клиентов не только эмоциями, не только моральной поддержкой, но и своим интеллектом. Помогая опять-таки свободное от основной работы время находить какие-то нестандартные решения наиболее сложных и на первый взгляд нерешаемых задач. Поэтому и получается гениальное решение, это вот первая цель каутсорсингового сервиса, которую мы преследуем. И с учетом бэкграунда, который есть у меня, я могу сказать, что как в анекдоте про конверсию, несмотря на то, что я сделал каутсорсинговый сервис, он немножко напоминает факторинг. И от факторинга мы взяли три очень важные вещи. Во-первых, это долгосрочное отношение с клиентами. 99,99% всех каутсорсинговых платформ, которые существуют сейчас, это платформы, где сервис для клиента краткосрочный. Помогли клиенту решить одну задачу, вот Сбербанк он пропустил в своем каутсорсинге, очень активно. Герман Оскерович любил слово «каутсорсинг». И на этом расстались. Мы помогаем клиенту не только найти решение, но и имплементировать его. То есть крауд, вот эта группа поддержки, участвует в том, чтобы найденное решение дали эффект в виде развития бизнеса достижения своих стратегических целей. Это длинная история, рассчитанная, дай бог, на многие годы, а то и десятилетия. И естественно, что болельщиком настоящим можно стать, поддерживая свою любимую футбольную команду или свою любимую компанию, на протяжении многих лет. Никто не может себе вообразить, что, например, один сезон некто является футбольным болельщиком клуба ЦСКА, второй сезон клуба Локомотив, третий сезон клуба Спартак и так далее. Такого в жизни не бывает. А второе важная особенность, связывающая идеологический каутсорсинг с факторингом, это тщательно отбор клиентов. Понятно, что отбор, он базируется на несколько иных критериях. Когда отбирают клиенту фактор, он обращает внимание, конечно, на риски. В первую очередь, операционный риск, то есть угроза того же мошенничества, отчасти на кредитный риск, то есть на риск того, что общение, отношения с клиентом могут повлечь прямой материальный ущерб. Мы обращаем внимание немножко другое. Мы обращаем внимание на амбициозность цели. То есть если клиент хочет достичь чего-то действительно фантастически большого и красивого, то это, с одной стороны, гарантия того, что можно вот эту армию болельщиков как группу соучастников достижения этого большого красивого привлечь. Во-вторых, когда люди стремятся достичь большого и красивого, это значит, что они действительно будут сталкиваться с очень сложными и жизненно важными для развития компаниями и задачами, где вот это самое гениальное решение как раз и пригодятся. Мы на самом деле, несмотря на свой факторинговый опыт, это не сразу поняли, но сейчас мы поняли, что мы должны набраться мужества и тем клиентам, которые под наши критерии не подходят, просто отказываться. Для того, чтобы нашу репутацию не портить и времени воровать у себя клиента. Сейчас вот для нас важно определить, вот есть ли потенциал у клиента сделать со своего бизнеса что-то большое, красивое или нет. Ну и третье, это гибкость и креативность. Факторинг, несмотря на найденные, подтвержденные свидетельства того, что первые факторинговые сделки ведут свои истоки, можно найти во временах античности, в частности, времени с опадами. Это правда. То все-таки это достаточно молодой бизнес, он получил в России развитие в 90-е годы, в Европе, наверное, в 60-е, 70-е, и поэтому он по-прежнему гибкий и креативный, мы тоже стараемся быть гибкими и креативными. И в качестве небольшого вывода, мне кажется, что история, когда нашим сервисом пользуются клиенты, по факторинговых компаниям, очень хороша для факторинговых компаний, потому что это помогает компании развиваться и, соответственно, увеличить объем портфеля торговой дебютерской задолженности, и наоборот, нам интересно, чтобы наши клиенты пользовались факторингом, потому что в этом случае они не испытывают потребности, дефицит, прошу прощения, они не испытывают дефицит в оборотном капитале, но и не сталкиваются с разными неприятными рисками и так далее. Вот, собственно, конец моей, надеюсь, не очень продолжительной презентации. Если есть вопросы сейчас, или я на них отвечу, или отвечу во время обеда, а если они вдруг появятся, не знаю, сегодня ночью, вы проснетесь и подумаете, что это за жалко, что вы не задали мне какой-то вопрос завтра или через месяц, пожалуйста, пишите мне по этому электронному адресу, ну, те, кто вдруг не знает мой телефон, вот, и я обязательно отвечу в течение 70 часов. У меня такое личное успехи. Всем большое спасибо. Спасибо, Игорь Ильич. Ну, в принципе, все, кто не успел записать, все презентации будут на нашем сайте, извлечены, все докладчики, поэтому можно будет там тоже контент еще раз посмотреть. Я предлагаю, что если есть какие-то вопросы, то все-таки отложим их на перерыв, а сейчас я хотел предоставить слово завершающему спикеру Ольге Викторовне Стивенчук, представителем компании СКБ Компания. Спасибо. Не ожидала, я думала, вы спите уже, все нет. Еще живые. Хорошо. Тогда продолжим развивать креативное мышление и немножко послушаем про неприятную тему 115-го федерального закона. Меня зовут Стивенчук Ольга, я приехала к вам из города Екатеринбурга из компании СКБ «Контур». Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое контур. Смелее. Не стесняйтесь. Замечательно. А теперь, какие ассоциации вызывают, какие продукты кто знает. Без микрофона так просто. Я думаю. Да. Но это потому, что это то, что близко факторинговому бизнесу. Да, электронные документы отбород, бухгалтерские программы, еще кучу всяких полезных сервисов для бизнеса мы делаем на протяжении уже 30 лет. И вот сейчас добрались до банковского, до факторингового бизнеса. Сама из банка в 10 лет, Альфа-банка, Газпром-банка, ВТБ-банка. И я знаю, что происходит по ту сторону баррикад и стараюсь облегчить жизнь всем, с кем я работала раньше. Сегодня, теперь, коллеги, пожалуйста, постарайтесь изобразить на лице эмоцию, которая у вас вызывает слово 115-й федеральный закон. Ну что-то так, да, не очень. Как будто вы к зубному собираетесь. На самом деле, тема очень больная. И не очень приятная. Почему сегодня, собственно, каски на экране? Все мы с вами немножко похожи на строителей. Мы любим строить и развивать свой бизнес. И когда мы выходим на строительную площадку, это территория повышенного риска. И нам обязательно нужно прикрывать голову, чтобы не прилетело ничего. Поэтому вот люди носят каски. Так вот, отсутствие инструментов по 115-му федеральному закону для качественного исполнения, это очень похоже на эту ситуацию. Как будто человек выходит на стройплощадку, а у него на голове либо совсем ничего нет, либо есть самодельная пилотка. Ну вот из газет, которые раньше любили делать. Ну вы представляете, да, что если что-то прилетит сверху, что будет? А то, что оно прилетит, это вопрос времени. Потому что в последнее время ситуация усугубляется. Ну, скажем так, последние 4 года. И сегодня мы с вами входим в его короткого, завершающего доклада, ответим на два вопроса. А почему тема 115-го федерального закона все горячее и горячее, особенно в 2018 году? И как помочь субъектам 115-го ФЗ, коим являются банки, факторинговые компании, микрофинансовые организации и многие-многие другие, качественно исполняют этот закон. Итак, у нас сейчас два регулятора, которые управляют процессом легализации отмывания денег. Это Центральный банк и это Росфинмониторинг. Что делает Центральный банк? Ровно 4 года он выкашивает банки, которые занимаются не тем бизнесом. И в 2018 год не стало исключением. Всего за 4 года отозвало 350 банковских лицензий, и по словам Львырина Бюриной, порядка 70% это проблемы со 115-м. В 2018 год то же самое. По состоянию на вчера 37% банков лишены лицензии банковской, 60% случаев это 115-й ФЗ. Центрбанк категорически недоволен тем, как происходят проверки по этому закону. Он проводит проверки в учреждениях и указывает на то, что плохо проверяются настоящие владельцы бизнеса, должностные лица российские и иностранные, и очень плохо обнаруживаются сомнительные операции. Кроме того, к параметрам проверки 115-го федерального закона недавно была добавлена проверка по спискам ООН. Если мы посмотрим на позицию Росфинмониторинга, то ее можно обозвать словом «виноваты все». Потому что вот Росфинмониторинг в 2018 году зашел в определенное количество проверяемых субъектов, и у 100% этих субъектов он нашел проблемы. То есть не было такого, кто справляется хорошо со 115-м федеральным законом. Ну и дальше мы видим, что закончилось это все грустно. Были возможные дела, и наложена административная ответственность. Ну то есть что можно сказать про 2018 год? Загонодательное давление усиливается, гаечки не закручиваются, а качественного инструмента для исполнения 115-го федерального закона как не было, так и нет. Налицо Роспотребности, и собственно компания Скобоконтер, ощущая эту потребность на рынке, взялась за то, чтобы разработать продукт. Какие вопросы необходимо решить во время проверки? Да по сути дела две сферы закрыть. Это проверка информации о клиенте, как проверить клиента, и второе это проверка операций с денежными средствами или транзакционных операций. И мы пошли в поля, мы пошли к сотрудникам отдела финмониторинга, а вы когда-нибудь заходили к коллегам в кабинет? Зайдите, им печально. Они грустят, у них много боли. Знаете, что они нам сказали? Говорят, ребята, а почему вас постоянно наказывают? Что ж вы так работаете, так плохо? И они вот изобразили лицо какого-то человека и сказали. Вернее, не то, что сказали, я села рядом на стульчик, они начали проверять контрагентов. Эти бедные люди, они открывают 120 окошек на своем компьютере и ручками вот это вот все сгребают в один отчет. За день такой товарищ проверяет порядка 40 клиентов. Туда входит не просто клиент, еще какая-нибудь группа, да, группа связанных компаний. Что получается? Это механическая работа по стягиванию информации. Человек уже анализировать не успевает совсем ничего. Естественно, начинается человеческий фактор, естественно, начинаются ошибки, которые регуляторы с удовольствием находят во время проверок. Ну и плюс к тому добавим, что 115-й федеральный закон и подзаконный акт, это такое законодательство, которое постоянно меняется. Это законодательство догонялки. Новая схема, новые списки изменения. И пошло, пошло, поехало. У меня есть коллега, он руководитель службы финансового мониторинга банка ТОП-5. И он сказал, тут недавно одно изменение законодательства было. И я попросил айтишников доавтоматизировать мне проверку, ну, чтобы руками вот это вот не делать каждый раз. И они поставили доработку на, внимание, первый квартал 2021 года. Реплика была, да? Ну, да. Эти изменения, они постоянно, и через три года вообще не факт, что это будет надо. Что будут делать эти люди из ТОП-5? Все эти три года они будут опять ручками ворошить все эти проверки. Печально, правда? Самое грустное, что в результате вот этого всего бизнесы с финмониторингом постоянно недовольны друг другом. Почему? Потому что на качественные хорошие проверки в связи с отсутствием инструментов нужно много времени. Бизнес приходит и говорит, у нас клиента поток останавливается, ребята, вы давайте как-нибудь ускоряйтесь. Финмониторинг начинает усиленно выдавливать из себя большее количество проверок, в итоге начинаются штрафы. И вот этот конфликт, банкиры знают, он не прекращается никогда. Очень хочется их поверить. Правда? Соответственно, что нужно, чтобы закрыть вот эту проблему? Качественная проверка клиентов по 115-му федеральному закону. Да надо просто сделать такую программулину, которая будет уметь собирать данные из вот этих 120 окошек в компьютере, сводить их в единый отчет, чтобы все это происходило автоматически и обновлялось это в соответствии с нормами 115-го федерального закона и правилами внутреннего контроля. Ну вот, собственно, этим мы и занялись. Автоматизировали этот блок, и теперь у нас есть волшебная программка КонтрПризма, которая умеет сама, сама, вот вместо этих сотрудников ходить, вылазить на эти ресурсы, формировать эти отчеты, а еще каждое утро она обновляет законодательство, если там что-то поменялось, оно сразу учтет. И вот не надо уже вот ходить и ждать 3 года. Вот. И, кроме того, программка знает, как обновлять эти отчеты, то есть, если у вас ПВК написано раз в год, ну, кто она раз в год будет обновлять. Круто, правда? Так это вот видит. Это веб-версия программки, в левый верхний угол забивается УГРН и ННН-компания, и пошло идентификация, нахождение в страшных списках, ПДУ, Санцомка, 639-е и так далее. И настройка правил внутреннего контроля. У нас в базе находится куча правил, там порядка 60. Вы читаете свой ПВК, пометили, какие факторы надо учитывать, присвоили удельный вес, вот автоматическое определение уровня риска. Слева сайт-бар, где краткая информация о проверке. Вот все, ничего не надо делать. Все делается само и быстро. Это проверка физика. Ну, да, вот так. То есть один блок вопросов мы закрыли, который болел у банков, у страховых, у микрофинансовых. Сейчас вторая боль. Мы вторую боль будем закрывать. Это анализ, мы строим модуль анализа сомнительных транзакций. Фишка этого модуля будет в том, что в облаке будут постоянно заливаться новые схемы обнала, и это все будет обновляться в базах банка, и сомнительные операции будут искаться всегда по-новому. То есть и с точки зрения требований закона, и с точки зрения новой практики. Сам банк себе этого никогда не сделает. Он не может учесть без практик с разных банков. Вот, сейчас мы собираем банки для участия в пилоте, и скоро запустим эту штуку. А там и машин-лёлинг, и бигдаты, и вот эти все красивые слова. Все будет. Итак, если вам надоело ссориться с финмониторингом, если вам надоело делать проверку руками, то можно выбрать какой-нибудь способ решения этих прогреплем. Самое простое – это автоматизировать рабочее место сотрудникам, то есть банально поставить веб-версию на его рабочий стол. Можно сделать хитрее и понятнее, если у вас функция финмониторинга распределена между разными службами, то можно вживить API и автоматизировать back, front, финмониторинг, и тогда все будет работать в разных местах так, как надо. Ну и стоит помнить, то есть 115-й федеральный закон – это такая нишевая маленькая потребность. А потребности бизнеса больше. Это проверка СБ, это наполнение СРМ, актуализация данных и так далее. Так вот, контр-призма, она входит в состав широкого API, большого продуктов контура, который можно использовать для всех этих сценариев. То есть можно выбрать вариант в зависимости от тех задач, которые стоят перед вашим бизнесом. Мы начинали с каски. Нам кажется, теперь каска есть. То есть мы надеемся, что контр-призма станет продуктом ежедневного использования, недорогим, простым, понятным, как каска. И оно позволит вам строить ваш бизнес, поднимать голову, наслаждаться его ростом, не отвлекаясь на исполнение 115-го федерального закона. Вопросы? Ольга, спасибо большое. Коллеги, буквально пара коротких вопросов, если сейчас есть. Если нет, так, да, один вопрос есть. Я ждала банк открытия. Добрый день, я Затвиктор Житков, я у нас сегодня банк Реста. Во-первых, я хотел сказать, что это такая провокационная тема, хотел промолчать, но... Говорите все, что вам хочется. Мне кажется, в вашей системе не хватает самого главного, что сегодня актуально, с точки зрения финансового мониторинга, по закону 115-го федерального, это анкета клиента. Потому что вот все, что вы делаете, здорово и замечательно, но вот эти люди, которые занимаются мошенничеством, они уже не вот эти деклассированные элементы, которые могут связать пару слов. Они уже платят налоги, они уже, по сути дела, никогда не регистрируются в местах массовой регистрации и так далее. Их можно определить, сравнивая вот ту легенду, которую они рассказывают, когда приходят в банк, да, и с тем платежным картинкой, которую они демонстрируют по факту. И вот это все замечательно, это здорово. То, что вы сделали, это круто. Ну, последователи уже есть, будут, наверняка это позволит и удешевить ваш продукт для нас. Но самое главное, еще раз повторюсь, это та самая анкета клиента, которая сегодня многими игнорируется, потому что она воспринимается как формальный признак. Но это будет база для того, чтобы банк или любое финансовое учреждение, которое встречается с клиентом, приняв его легенду о том, как люди занимаются в бизнесе. И самое главное, чтобы тот, кто является бенефициаром бизнеса или управляющим, он рассказывал о том, что он делает. И если в рамках принятия этого риска банком или офицером безопасности, финансового мониторинга, эта легенда принимается, то тогда вот эта карька этой легенды должна полностью подтверждаться его платежными характеристиками. Если 100 человек работает, он говорит, у меня работает 100 человек, то значит 100 человек должен получать зарплату. И, к сожалению, без вот этой связки мы сегодня не сможем вот эти все сомнительности и так далее выявить. Мы можем просто наладить, еще раз повторю, у вас продукты, это очень комфортный, удобный и, самое главное, дешевый процесс идентификации, обновление анкет, но это не просто 115 ФЗ, понимаете? 115 ФЗ – это такая тонкая материя, и они меняются не потому, что это такое у нас законодательство плохое, оно меняется, потому что государство объявило очень четко. Ребята, у нас будет белая карька и черный, серый не будет, да? И банки, которые этот тезис не поддерживают, они лишатся своих лицензий. Поэтому вот та самая плоскость, когда мы должны четко представлять, есть этот бизнес или нет, да? То есть это сомнительный, ну, иллюзия или нет. Но в целом у меня нет критики, то, что вы сделали замечательно, как очень красивая презентация, лучше, я считаю, сегодняшняя презентация, да? Вот, с точки зрения подачи. А, наверное, это просто вот взгляд специалистов. Спасибо. Спасибо вам большое за мнение. Я полностью его расстеляю. Согласна, мы сделали первый шаг, который направлен на автоматизацию рутинного труда. То, о чем вы сказали, мы собираемся делать дальше. Дело в том, что клиенты, контур сейчас окружает уже под 2 миллиона клиентов. Это электронные документы обороты, отправка налогового, отчетности в налоговую и так далее. И клиенты очень много у нас следят. То есть оставляют своих признаков жизнедеятельности. И сейчас мы объединяем эту информацию и учимся анализировать ее для того, чтобы подтверждать фактическую деятельность и выдавать факты жизнеспособности, как раз которые позволят идентифицировать клиента и анализировать его гораздо глубже, чем это позволяет, ну, просто чек-листы по спискам и просто идентификация клиента. То есть это наш следующий шаг. Спасибо, что вы о нем рассказали. Довольно. Спасибо большое. На этом я хочу завершить нашу секцию и, в принципе, подойти уже к финалу конференции к самой приятной части награждения и награждения лидеров рынка. В этом мне поможет ведущий аналитик и федерист эксперта Мария Зинина. Сразу в двух номинациях за лидерство на рынке факторинга и за активное развитие факторинга в регионах награждается ВТБ факторинг. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь стоит фактор лидер по объему предоставленного финансирования в первом полугодии 2017 года и фактор лидер по объему финансирования предоставленного региона за пределами Москвы. Присажите в другую. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая номинация «Самый быстрорастущий фактор» и в ней награждается компания Сбербанк Факторинг. Это фактор, показавший максимальный темп прироста объема предоставленного финансирования в первом полугодии 2018 по сравнению с первым полугодием 2018. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За активную поддержку МСБ награждается у нас две компании. Это МСП Факторинг и Металл-Новестбанк. Это факторы из топ-10, которые показали наибольшую долю сегмента МСБ в общем объем предоставленного финансирования. И заключительная номинация лидер по числу обслуженных компаний в сегменте безрекресного факторинга награждается группа компаний НФК. Представитель НФК, видимо, убежал, поэтому номинацию обязательно передадим. Коллеги, на этом конференция объявляется закрытой. Всем спасибо. Сейчас еще обед небольшой, поэтому можно в кулуарах объявляться. Традиционно всех нас будем ждать через год. Всего доброго.